Депутатский запрос фракции Народной партии Казахстана, премьер-минису Смаилову. С 3 января по 12 января этого года депутатская фракция Народной партии Казахстана находилась в Костанайской и Североказахстанской областях. За минувшие годы в этих регионах накопилось немало хронических проблем, которые до сих пор не находят свое решение. Главная проблема здесь – отток населения. К сожалению, эта тенденция длится уже не первый год. Отсюда кадровый дефицит и острая нехватка специалистов и, в первую очередь, рабочих профессий. Правительство ранее пыталось решить эту проблему путем переселения на север жителей южных регионов, но эти меры не дали нужного эффекта. Северные регионы у нас преимущественно аграрны, но какие бы денежные ресурсы правительство не направляло в сельское хозяйство, они не дадут должной отдачи, если при этом не позаботиться о сельских жителях, о благоустройстве сельских домов, о социально-культурных условиях. Народная партия Казахстана предлагает создать необходимые условия для переселенцев, как для переселенцев, так и для постоянных жителей северных регионов, живущих в суровых климатических условиях. В частности, продумать систему специальных северных денежных надбавок, субсидий, льгот, преференций и так далее. Второй немаловажный момент, без которого невозможно достичь полноценного развития северных регионов – это газификация. Проблема с газификацией делает северные регионы экономически непривлекательными для инвесторов и в целом для проживания. Третья проблема северных регионов – это недоступность к качеству питьевой воды. Несмотря на обилие в регионе реки и озер и подповерхностного расположения грунтовых вод, многие населенные пункты здесь не имеют нормального водоснабжения. Следует уделить серьезное внимание селекции фито- и эпизоотической продовольственной безопасности. Пока же из-за непродуманных правил Министерства сельского хозяйства в регионе отмечается заболевание с бурцеллезом и другими опасными болезнями. Необходимо кардинально менять подход к ветеринарной службе, поддерживать и развивать ее. Мы побывали во многих районах и селах, и в каждом люди просили решить проблему бродячих собак, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей, в первую очередь для детей. Острой проблемой остается и состояние дорожной инфраструктуры. Необходимо менять системный подход к строительству и ремонту дорог. Сейчас дороги находятся в разном ведении – в областном, в республиканском. И очень часто при строительстве одних дорог от тяжелой техники и больших грузов страдают дороги другого подчинения. Необходимо установить весовые станции. Областные власти готовы установить их за свой счет и вести жесткие требования по соблюдению всех правил проезда. И, конечно, необходимо повысить ответственность для предприятий, проводящих дорожные работы. Если говорить об инфраструктурных вопросах, в регионе печальная ситуация с доступностью интернета. В современных реалиях это тоже вопрос качества жизни. Несмотря на громкие заявления уполномоченного министерства, интернет приходится буквально ловить. Не можем не сказать об аэропорте города Петропавловск. Терминал, имеющий статус международного, больше напоминает холодный ангар. Не так давно аэропорт был передан в управление частной компанией. Теперь возникает вопрос – зачем? И не пора ли изъять имущество у нерадивого собственника, чтобы передать более добросовестному управленцу? Депутатская фракция Народной партии Казахстана обращается к правительству о необходимости безотлагательно перейти к реальным мерам по оздоровлению социально-экономической обстановке в Костанайске и Североказанской областях. Все возможности у правительства для этого есть. Просим предоставить развернутые ответы по каждому пункту депутатского запроса. Рахмет.